Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Нынешний чемпион мира, норвежец Магнус Карлсон, это шахматист весьма солидный, который в дебюте избирает обычно надежные проверенные схемы и позволяет себе экспериментировать в начале партии, разве что играя поединки в Блиц. Но в детстве Магнус Карлсон был настоящим шахматным хулиганом и любил пошалить в дебюте, избирал редкие, дерзкие дебютные системы, чем довольно часто шокировал своих соперников. Сегодня мы с вами рассмотрим очень яркую, очень интересную партию юного Магнуса Карлсона, в которой он буквально в дебюте пожертвовал коня за пешку. Что же это за дебют такой диковинный, мы с вами, конечно же, рассмотрим, подробно разобрав вот эту партию, которая состоялась в 2002 году в столице Финляндии и Хельсинки. И Магнус Карлсон в свои неполные 12 лет приехал в столицу этого государства и играл с тамошним международным мастером Сампсай Нуусти. И действительно, буквально в дебюте шокировал своего соперника необычным дебютным вариантом. Итак, Магнус Карлсон играл белыми, сыграл Е4, далее Е5, Конь Ф3, Конь С6, Конь С3, Конь Ф6. Ну что же здесь необычного, скажите вы, дебют четырех коней, очень старое проверенное начало. Конечно, в этой ситуации лидерами по частоте исполнения являются такие ходы, как слон Б5, ход Д4 тоже неплох, бьем по центру, можно даже пойти Ж3, имея ввиду перевод слона на Ж2. Но Магнус Карлсон в этой ситуации пошел А3 и, конечно же, немало удивил своего соперника. В чем же смысл этого хода будущего чемпиона мира? Он не развивает фигуру, но в то же время берет под контроль поле Б4. Единственный плюс это то, что черные не могут выйти слоном на Б4, как это часто бывает в варианте с ходом слон Б5. Но в этой ситуации черным лучше было сыграть Д5, бить по центру, сразу пытаться вскрыть позицию и получить перевес в развитии. Но финский международный мастер здесь играет Ж6, пытаясь фингетировать своего чернопольного слона. И именно в этой ситуации Магнус Карлсон наносит удар. Конь бьет Е5. Неожиданно, конечно. Вроде бы как конь на С6 пешку на Е5 защищает. Зачем же Магнус Карлсон отдает на этом поле коня за пешку? На самом деле этот дебютный вариант называется Гамбитом Хэллоуин. Это очень интересное старое начало. Это, грубо говоря, Гамбит Хэллоуин, чистый Гамбит Хэллоуин, получается как раз вот в таком случае, когда на четвертом ходу конем бьет пешку на Е5. Я думаю, что вам примерно понятны идеи белых. Дальше на взятие коня на Е5 последует Д4 и пешки покатятся вперед. Очень интересный дебютный вариант. Почему же он так называется? Исследователь и пропагандист этого дебютного варианта в 90-х годах прошлого столетия, австрийский шахматист и программист Стефан Якоб говорил о том, что многие игроки шокированы таким началом, как если бы они были напуганы масками на Хэллоуин. А известный исследователь шахмат из Голландии Тим Крабби говорит о том, что Гамбит Хэллоуин относится к тем дебютам, которые больше подходят для демонстрации шахматистам нестандартности своего мышления, хотя они и не опасны для противников, но нарушают считающийся нормальным ход событий и вызывают раздражение, которое способно заставить потерять привычный ход размышлений даже весьма квалифицированного противника. Вот так и в этой партии Магнус Калсен, встречаясь с более опытным соперником, пытается сразу же его сбить с теоретических линий и заставить думать самому. Нужно отметить, что хитрость Магнуса Калсена, связанная с ходом А2-А3, в этой партии удалась. После хода конь бьет Е5 и Д4, главным отходом в Гамбите Хэллоуин, отходом коня является ход конь Ж6, но вот в этой ситуации поле занято уже пешкой, поэтому приходится отступать на поле С6. Далее следует ход Д5. Напали на коня, вот в этой ситуации сильный шахматист, международный гроссмейстер из Харькова Валерий Неверов в 2011 году и вовсе решил отдать этого коня С6, сыгрался он Ж7 и после взятия на С6 получилась позиция, которая очень напоминает структуру одного из вариантов шотландской партии. В дальнейшем этот поединок Валерия Неверова закончился в ничью. Но соперник Магнуса Калсена после Д5 решил подержаться за материал и пошел конь Б8, отвел коня на начальную позицию. Калсен двинул вперед другую центральную пешку и черные пошли конь Ж8. Посмотрите какая позиция, черные потратили кучу темпов на ходы конями, белые захватили центр. Действительно у белых здесь уже полная компенсация за пожертвованного коня. Но Магнус Калсен не унимается, играет Д6, таким образом фиксируя пешку Д и делая узником в собственном лагере белопольного слона черных. СД, ЕД. Вскрытие вертикали Е теперь на руку белым, потому что рокировку белый король может сделать быстрее и черный король попадет под атаку. Ферзь Ф6, конь Б5. Очевидная угроза, вилочка на С7, поэтому нужно играть конь А6. Слон С4. С чем связан этот ход? Просто с подготовкой рокировки, развитие слона. Слон А6. Ферзь Е2 шаг. Король Ф8. И далее слон Е3. Магнус Калсен здесь вроде бы нападает на пешку А7 и конем и слоном. Поэтому нужно слона на Е3 брать. Здесь видимо финский шахматист надеялся, что Калсен заберет ферзем и возобновит угрозу пешки А7. Но Магнус берет пешкой и показывает, что готов поставить на линию Ф свою ладью и пробить по пункту Ф7. Ферзь Х4 шаг. Ж3. Черные играют ферзь Х5, предлагая размен ферзей. И Магнус Калсен отказывается от размена и играет ферзь Ф2. Перевес белых здесь настолько велик, что Калсен мог себе позволить даже переход в эншпиль. После размена на Х5, 2-0, нападая снова на пешку Ф7. Конь А6, ладья АД1. И мы видим, что здесь перевес белых в развитии настолько велик, что лишняя фигура черных совершенно не чувствуется. То время, которое нужно черным потратить на окончание развития, белые, конечно же, используют для создания атаки на короля черных. Но ферзь Ф2 здесь сыграл Магнус, понимая, что при размене ферзей атаковать будет труднее и создает угрозу мата в один ход. Ну а финский шахматист перекрывает линию Ф, снова предлагая размен ферзей. Ферзь Е2, Ферзь Х5. Шахматисты повторили позицию еще раз. Ферзь Ф2, Ферзь Ф5. Ферзь Е2. И тут мы понимаем, что Магнус Калсен согласен на ничью. Не видит он здесь возможности играть на победу. Хотя, опять же, можно было попытаться разменять ферзей на поле Х5. И ту позицию играть без фигуры, но с большим перевесом в развитии. Но вот здесь сказывается психология. Мы видим, что финский шахматист в два раза старше вот этого дерзкого норвежского вундеркинда, который приехал в столицу его государства, в столицу Финляндии Хельсинки и пытается вот здесь качать права. Поэтому на ничью не согласен. Сам Псанусти играет конь А6. Ну а белый играет ладья Ф1, нападая на ферзя. Правда, конь сейчас пункты Ф7 прикрыл. Поэтому можно снова отойти на Х5. Магнус опять отходит ферзем. И снова ферзь Ф5. Эти танцы продолжаются. Ферзь Е2. И здесь снова финский шахматист проявляет характер и играет ферзь Е5. Неуемная жажда победы движет этим финским международным мастером. 3-0, защищая пункт на Б2 и при этом заканчивая развитие. Король Ж7 играет черные. Они полны надежд выиграть эту партию. Но координация фигур у белых, конечно, намного лучше. Ладья Д5 играют белые, нападая на ферзя. Ферзь Е8, ферзь Д2. Смысл этого хода в том, чтобы стать на поле С3 или Д4, захватывая контроль над диагональю А1, А8 и атаковать короля. Ладья Ф8 играют черные. И белые дают шаг в ферзь Д4. Черные прикрываются пешкой. И тут Магнус Карлсон понимает, что эту пешку нужно таранить пешкой Ж. И играет Ж4. Далее есть угроза Ж5. После чего пешка на Ф6 будет под тройным ударом. Конечно, черные здесь не могут сыграть Ж6-Ж5, ввиду ладья бьет Ж5. И бить ладью пешкой нельзя ввиду связки. Поэтому черные играют Б6, пытаясь закончить развитие. Но Ж5, конь Ф5 и шаг. Далее ладья бьет Ф6. И в этой ситуации Магнус Карлсон понимает, что пора уже жертвовать качество. Ладья Д бьет Ф5. И после взятия ладья Ж1. И вот тут-то, конечно, финский международный мастер сам Псан Усти понял, что палку-то в этой партии он перегнул. Нужно было соглашаться на ничью троекратным повторением позиции. Но теперь приходится отдавать Ферзя. Если отойти королем, потеряется ладья. И там черный король вскоре получит мат. Ферзь Ж6. Продолжилась эта партия. Ладья бьет Ж6. Король бьет Ж6. И слон Д5. Магнус Карлсон здесь добивает своего соперника. Уже здесь можно было сдаться. Но сопротивляется еще финский шахматист. Е4. Карлсон пытается как можно быстрее вскрыть позицию. Шаг. Ладья бьет Ф5. Шаг. Король Ф6. Ферзь Х4. Король Ж6. И слон С4. Имеем в виду связку слон Д3. Конь С5 препятствует этому ходу. Б4. Сгоняем коня. Конь Е4. Конь С7. И после хода конь бьет Д6. И ферзь Ж3 с двойным ударом на короля и на коня. Финский шахматист сам Псанусть здесь сдался. Вот так юный Магнус Карлсон в свои неполные 12 лет ошеломил своего старшего соперника, международного мастера. Вот таким необычным гамбитом Хэллоуин. И добился заслуженной победы. Напишите пожалуйста в комментариях играете ли вы гамбит Хэллоуин. Доводилось ли вам применять это диковинное начало в дебюте четырех коней. А если да, то с каким результатом. Лично я таких гамбитных вариантов играю не так-то много. Но разве что можно вспомнить гамбит Жерома в итальянской партии. Кто давно смотрит мой канал, те помнят мои партии с ходом слон бьет F7. Но тот дебютный вариант видимо еще более экстремальный, чем вот этот. Все-таки Магнус Карлсон здесь пожертвовал на Е5 не сразу. Применил такую довольно интересную хитрость с ходом А2-А3. Выманил пешку на Ж6 и пожертвовал коня на Е5. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. А я благодарю вас за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok